В теме сегодня с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе. В этом статусе Николай Цуканов впервые посещает регион. Гость уже ознакомился с инфраструктурой города, побывал на ЖД вокзале и в микрорайоне Ямальский-2. Ну и сейчас же там находится моя коллега Ирина Шипилова. Ирина Доброва, какие подробности к этому часу? Елена, добрый день. Сейчас мы находимся возле школы, новой школы в Ямальском-2. Сейчас нас внутрь уже, к сожалению, не пускают. Эта новая школа будет открыта 1 сентября, срок окончания ее строительства, 15 августа этого года. И впервые сюда ступала нога не только полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, но и наша журналистская школа, конечно же, будет оборудована по последнему слову техники. И немногим ранее здесь на площади возле школы состоялось еще и торжественное вручение ключей от новых школьных автобусов, директорам школ различных районов. Давайте послушаем, что об этом нам сказала Елена Филиппова, директор Бердюрской школы. Школа наша сама по себе состоит из большого коллектива педагогов и учащихся, 858 детей. Если брать вместе с филиалами, то у нас более тысячи детей в школе. Поэтому получение школьного автобуса для нас целое событие. Для детей из глубинки это действительно не только возможность подвоза, а открывает широкие перспективы выезда где-то на территорию региона, осмотр достопримечательностей, посещение музеев, экскурсии, возможность путешествия. То есть культурное образование детей это в первую очередь. А я добавлю, что сегодня на ежедневном подвозе, вот такой необычный термин применяется в этом случае, находится 19 692 школьников Тюменской области. И за последние два года было закуплено 180 новых автобусов. Главное требование сегодня к перевозкам это новые не менее 10 лет, чтобы автобусы имели такой возраст. Абсолютно новые автобусы сегодня были презентованы школам. И в этом году закуплено уже 47 автобусов, чтобы ребята с комфортом добирались к знаниям. Елена. Субтитры создавал DimaTorzok